Привет! Сегодня поговорим о том, как на Python найти редакционное расстояние между двумя строками. Напомню, что редакционное расстояние — это количество вставок, удалений и замен, которые нужно произвести с одной из строк, чтобы преобразовать ее в другую. Начнем с кода, который читает вход, выводит ответ и напишем несколько тестов. Функция main. Ничего особо увлекательного на этот раз во входе нет. Он состоит из двух строк. Первую строку назовем S1, а вторую, соответственно, S2. Ответом является одно число, ну, собственно, редакционное расстояние между строками S1 и S2. Объявим функцию editDistance. Пусть она пока что всегда возвращает 0. Напишем несколько тестов. Для тестов нам потребуется модель random, который мы уже не раз видели, ну, потому что часть тестов будут случайны. Функция test принимает один аргумент — количество случайных проверок, которые будем делать. Что будем проверять? Ну, на каждом шаге выберем случайно длину в интервале от 0 до 64. Затем генерируем строку в алфавите 0.1. Если вам нравится какой-то другой алфавит, можете выбрать его. Но для наших целей алфавита 0.1 вполне достаточно. Что бы мы ожидали от корректной реализации editDistance? Ну, например, редакционное расстояние между строкой и пустой строкой равняется длине строки S. Кроме того, нам бы хотелось верить, что редакционное расстояние симметрично. То есть, если мы поменяем местами аргументы, то получим все еще длину строки S. Далее проверим, что редакционное расстояние между строкой S и строкой S — ну, это 0, потому что, очевидно, разницы никакой нет. В завершении добавим два детерминированных теста. Это просто тесты, точнее, примеры со страницы задания. Первый пример, editDistanceABAB равняется 0. Ну, его мы уже покрыли выше, но на всякий случай давайте проверим. Второй пример, editDistanceShortPots равняется 3. Ну, почему это так? Потому что оптимальное выравнивание счет и поц выглядит следующим образом. Здесь у нас удаление, а здесь ставка. Таким образом, у нас одно не совпадение — удаление, ставка — 3. Проверим, что наша заглушка для функции editDistance не проходит проверку функции test. Я думаю, что сомнений в этом у вас нет. У меня их тоже нет, но давайте посмотрим. Самое время обсудить решение. Продолжение следует. Продолжение следует...